всем привет рад вас приветствовать на нашем канале prepress online lessons и сейчас мы поговорим о подготовке файлов для веба для интернета меня попросили сделать баннер для интернета потом программист или кто там будет это все анимировать в следующем уроке я покажу как его анимировать сделать но я буду на основе на основе revolution слайдер делать если знаете есть такой плагин если не знаете напишите мне в комментарии я вам скину ссылку где его можно приобрести купить и так далее задача какая сделать все мои слои отдельными пнгшками я думаю вам это этот урок будет полезен тем кто режет из фотошопа файлы для сайтов потом верстаются уже в блокноте или в любом другом редакторе неважно наша задача сейчас сделать пнгшки прозрачные из всех объектов слоя итак первый способ для тех у кого photoshop меньше чем сиси я не помню там c6 есть или нету этого но покажу тем у кого старая версия и так берем выбираем наш цветочек да и просто вам покажу размеры 1040 на 334 72 точки разрешения если мы будем делать больше или меньше то все наши картинки будут масштабированы уже в интернете в интернет в интернете надо задавать конкретный размер по ширине по высоте и обязательно резолюцию 72 процента тогда мы будем четко ясно попадать наш задуманном дизайне хороший качестве окей окей начнем итак напоминаю первый способ выбираем наш цветочек дупликат лэйр назовем флауру документ выбираем новый опять же набираем ну обычно ctrl c ctrl v нажимаем окей вот этот наш цветочек на новом на новом слое новом документе имидж trim убираем transparent pixels прозрачные пиксели вот наш цветочек потом нажимаем ctrl shift s выбираем здесь png 24 имидж сайз мы оставляем неизменным нажимаем сэйв сохраняем фауру один реплейс закрываем наш файл не сохраняем переходим допустим буква к лэйр дупликат лэйр назовем буква к ctrl c новый документ ctrl к окей имидж trim transparent pixels ctrl alt shift s имидж сайзом буквы к закрываем не сохраняем дальше марта и лэйр дупликат лэйр марч марч окей имидж trim transparent pixels окей ctrl alt shift s save for web сейв марч сохранить это первый способ для старых версий photoshop но в новых версиях есть такая штука как файл generate image assets то есть он формирует этот этот это расширение формирует для каждого слоя свой png в отдельном в отдельной папке на отдельном слое что для этого надо во первых генерейт generate image assets ставить галочку затем 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 переименовать все слои согласно тому какие у нас будут документы но прошу вас обратить внимание что такие слои как с эффектами их надо из освобождаться то есть сливать вместе в данном случае у меня полосочка любимых я соединяю во я делаю их две штуки ну два нажимаем ctrl e сердечко тоже с эффектом выпуклости я правой клавишей расстараюсь лазить все у нас чистые слои то какие они есть дальше мы изменяем наш каждый слой это у нас цветок и нажимаем и обозначаем им расширение flower1.png это у нас фон background.dpng то есть он у нас не прозрачный я для экономии места потом для веб дизайнеру называю как jpeg чуть меньше занимает место это у нас буква k и пройдемся по нашим слоям пинг пинг херт херт пинг 20% пинг это у нас followers для любимых пинг 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 это у нас второй цветок power2.png это у нас восьмерка это у нас будет 8.pmg это у нас третий цветок flower3.png пинг это у нас на пинг канал органиx канал органиx .png пинг пинг могадор line это канал минералуз канал канала м минералуз надо пробелы лучше не набирать лучше как то так png это у нас марта march png смотрим да файл generate image as галочка стоит сохраняем наш документ заходим в нашу папку и видим у нас наши все слои абсолютно вырезаны красивые замечательные можно отдавать дизайнеру и чтобы он делал так смотрим у нас ошибка png это я допустил опечатку о чем мне фотошоп сообщил я преобразу png ну в принципе должно быть правильно все есть восьмерка ошибка пропала ну я думаю это вам будет не сложно если у вас есть вопросы задавайте пишите в комментариях в следующем видео я покажу как сделать анимацию в revolution slider может кому-то это упростить жизнь в интернете при создании сайта баннеров привыкайте полиграфия оно хорошо но надо переходить в интернет по мере возможности я буду добавлять уроки по также по вебу спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки очень жду вас пока пока